Всем здравствуйте! В эфире особый тайм-спорт и я его ведущий Михаил Дорошенко. Сегодня в нашем выпуске узнаете, почему проиграл авангард и, что известно, про ближайшего соперника Томской Томи. Наши непосредственные конкуренты Восточной конференции продолжают терять очки. Вот и на этот раз авангард проиграл, правда, обиднее всего, когда это происходит на своем льду. Почему «Спартак» был сильнее, отвечает игрок авангарда Мартин Эрот. Мы забили две шайбы в начале матча, но что случилось потом? Мы сами проиграли этот матч, начали действовать от обороны вместо того, чтобы оказывать активное давление на соперника и упустили победу. Казалось, что «Спартак» сегодня был лучше в движении. В этом главная причина такого результата? Нет, причина не в движении, а в том, что надо играть правильно. «Спартак» слишком много времени проводил в нашей зоне и выигрывал единоборство. Во втором и третьем периоде у нас не было так много голевых моментов. Мы вели 2-0, должны были забивать еще, но вместо этого получили две шайбы в третьем периоде. У команды будет перерыв, он пойдет на пользу? Нужно ударно поработать во время матча сборных команд и подготовиться к следующим играм. Поможет ли нам этот перерыв, покажет первая игра после паузы. Если в хоккее сезон в разгаре, то в футболе скоро перерыв. За несколько туров до отпуска Сибирь встретится с ярославским шинником. А вот Томь, активно борющийся за премьер-лигу, примет КамАЗ. Предлагаю посмотреть анонс этого матча наших коллег из пресс-службы ТОМИ о противостоянии КамАЗа и ТОМИ. Мы играли с ними первый раз, когда они только вылетели из высшей лиги, а мы наоборот только зашли в первый дивизион. И здесь мы достойно сыграли. В Томске победили 2-1. Кстати, за них играл Роберт Евдокимов, тогда только что приехавший из московского «Спартака». И он потом стал тренером газовика Айнбургского. А одно время был тренером КамАЗа, года 3-4. Так что было интересно. Но наши выиграли 2-1 тогда. В КамАЗе победил КамАЗ. Так же было и в 2004 году. Здесь мы выиграли, там КамАЗ выиграл. И лишь пятый поединок, наконец, нам удалось переломить. Это было на Кубок в 2008 году, когда КамАЗ был первым дивизионом в премьер-лиге. И челнинцы тогда очень хотели выиграть. Но получилось так, что мы выиграли там со счетом 5-1 с крупной. Это Кубок 1-16 финала была. Вот так что вот она вся история буквально в пяти матчах пока. Ну и сейчас КамАЗ, он как бы опереживает новый всплеск. Вышел из 2-го дивизиона в ФНЛ. Ходит он в систему, кстати, Казанского Рубина. То есть, подтуда играет, там играет, воспитывается молодежь Рубиновская. Но у КамАЗа сейчас свои проблемы. То есть, во-первых, они не успели как следует укомплектоваться. И первые 7 матчей сыграли на ноль. Ни одного гола не забили, ни одного очка не взяли. И вот только с 8-го тура они начали набирать. И сейчас идут на предпоследнем месте. Пытаются выкарабкаться. Но, тем не менее, неплохо довольно играют с крепкими командами. Они обыграли в Питере, что любопытно, обыграли и Зенит 2. И Тосно в последнем туре обыграли в Питере. Так что, как они пошутили, что хорошо бы Томи принять даже в Питере. У нас здесь все хорошо получается. В чем проблема? Они играют в Нижнекамске, потому что их стадион сейчас реконструируется. Хотя должен был быть сдан еще 30-го августа. Но я заглянул ради любопытства на сайт и прочитал, что завершается уже реконструкция. И строителям осталось только возвести западную трибуну. Из этого я сделал вывод, что в этом году КамАЗ вряд ли будет принимать на своем поле. Поэтому, конечно, у них 100-300 болельщиков от сил присутствуют на матче. Нельзя сказать, что это у них свое поле, по большому счету. И когда мы говорим, что хорошо, когда хозяева будут играть перед своими зрителями, с Томи играть в открытый атакующий футбол, то это, в общем-то, здесь не совсем тот вариант. У них всего 100 болельщиков будет на матче. Ну и об игроках несколько слов, наверное, надо сказать. Самый известный игрок это Сергей Давыдов, фактурный форвард. Мы его помним по Кубани, он нам забивал за Кубань. Играл он и за Московское, Динамо, за Рубин. Есть еще игроки с опытом Гуджи Рухаева, играл за Спартак и Знальчика, я помню. Ну, с опытом первого дивизиона есть несколько футболистов. То есть, в принципе, они, как сказал тренер Владимир Кланцак, мы команду после седьмого тура собрали. То есть, вот если бы они эти семь туров не имели, не давали эту фору, может быть, они бы были не в зоне вылета. А так им, чтобы выбраться из зоны вылета, им надо еще семь очков набрать. Поэтому каждое очко на вес золота, и биться они с Томми будут, конечно, изо всех сил. Это был особый тайм спорта, и я его ведущий Михаил Дорошенко. Болеем, переживаем и занимаемся спортом. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова